Искусственный интеллект активно идёт на помощь человечеству. Технология эта относительно молодая. Поэтому российским программистам предстоит большой путь в деле обуздания этой цифровой мощи. Команда с символическим названием «Легче» решила внести свой вклад в это дело, организовав для всех желающих конференцию, где простым и понятным языком объясняют сложные вещи. Я очень надеюсь, что это мероприятие станет отправным шагом к тому, чтобы, например, молодые люди, более молодые люди, школьники выбирали профессии, связанные с технологиями. У них развивался круг интересов. Может быть, кто-то захочет стать программистом. Хотя таких много, но всё же разница большая. Ещё один весомый повод для посещения будущим айтишникам таких конференций – возможность пообщаться с людьми, которые уже работают в этой сфере. За плечами Нюр Ахмата Байрамукова тысячи строк написанного кода. Поэтому всегда найдутся желающие получить от него ценный совет. «После каждой лекции есть какая-то обратная связь. Есть студенты, которые пишут, они задают вопросы, даже присылают резюме, на стажировки приходят некоторые. И для нас это тоже интересно, потому что кадры в собственном регионе, которые готовы с нами работать, развиваться вместе с нами, они, конечно же, не могут не радовать». Возможностью познакомиться поближе с искусственным интеллектом воспользовался и Керим Токов. Когда-то он планировал стать врачом, но теперь решил связать жизнь с программированием. И несмотря на то, что эта сфера гораздо обширнее, чем может показаться на первый взгляд, он считает, что настоящий специалист должен иметь базовые знания во всех сферах. «В целом программист, хоть он узконаправленный даже, должен иметь хоть маленькие, но знания во всех областях IT. Это позволит лучше общаться с коллегами из других отделов и делать лучшие продукты». Таким образом, около ста молодых ребят стали на шаг ближе к одному из самых перспективных IT-направлений нашего времени. Не исключено, что среди них есть специалисты, которые в будущем создадут инновационную программу, способную открыть новые двери в мир искусственного интеллекта.